Всем привет, это очередной августовский, вот на секунду, сейчас задумайтесь и попробуйте произнести августовский пинкаст, в котором мы поговорим о каких-то вещах, которые происходили за последнее время, в частности, поговорим про бету Мстителей, про Mortal Shell, про кое-что еще, и у меня есть некоторое ощущение, что последний пинкаст я записывал вчера. Субтитры сделал DimaTorzok и пинкасты будут постоянно выходить более-менее 20-го, но в какой-то момент выйдет Cyberpunk и все пойдет по... Ну что ж, это, кстати, не новый ракурс, просто я записываю это уже второй раз и мне лень двигать штатив, потому что профессионал, профессионал как бы портит звук и в итоге нужно записывать заново, но это нормально. Вот, да, начнем мы с бета Мстителей, потому что бета Мстителей это, наверное, это как бы бета, но при этом это все еще самый крупный релиз, о котором хочется поговорить. И как бы да, это вроде как первые впечатления именно после самой беты, но... Назовите мне момент, назовите мне последний раз, когда бета, бета, не... Особенно бета, которая выходит за там 2-3 недели до релиза игры, отображала вообще не то, что происходит на релизе. Она отображает какое-то другое количество контента, какие-то другие миссии, другое состояние геймплея. Нет, да, это бета, это как бы еще не полноценная версия, но в принципе с игрой на 90% уже можно сказать, что все понятно. Нам дали поиграть сюжетный кусочек, нам дали поиграть мультиплеерный кусочек и, естественно, с самого начала, когда только эту игру не только анонсировали, а показали геймплей, потому что год назад на E3, который был у Square Enix на презентации, я охренел, потому что думал, блин, это что, прям игра про Мстители? Это наконец-то они сделали вот это? Это что, и кооператив? Это вообще что? Капец. Потом они показали геймплей и рассказали, чем это вообще все будет, и вот там начали как бы появляться сомнения, потому что это лутер-шутер. Вот это просто лутер-шутер, то есть они могли сделать синглплеерную, не синглплеерную, я как бы почему-то постоянно говорю синглплеерную, но я имею ввиду, они могли сделать сюжетную игру про Мстителей с кооперативом, там, не знаю, до четырех человек. Да, сюжет есть, но, блин, вот по нему видно, и более того, его структуры, некоторые его миссии, некоторые части миссии, которые все-таки выпускают поиграть в мультиплеер, потому что сюжет в новых Мстителях исключительно синглплеерный, эта игра сделанная все равно вот именно на лутер-шутер составляющую, а не на сюжетную. Сюжет там сделан скорее потому, что, ну, странно будет выглядеть такая игра без сюжета, тем более они его уже затизерили, и его как бы надо сделать, но он не будет большим, он не будет прям каким-то супермасштабным, он там будет просто чтобы быть. Основная часть уйдет именно вот на то, что ты бегаешь, ты фармишь разные персонажи, хотя это безумно имеет большой потенциал, потому что посмотрите просто новости, какие персонажи могут появиться в этой игре, каким образом они хотят развивать эту игру, и да, скорее всего, она окупится, она соберет денег, причем я думаю, что определенную часть это все-таки будет та аудитория людей, которые просто любят Мстители и хотят поиграть именно там в сюжет, но во всем остальном, по геймплею, по миссиям, по структуре заданий, это обычный лутер-шутер с обычными заданиями, с обычным всем, просто на все это натянута картинка Мстителей и их способности. Но прикол в том, что лутер-шутер это, по сути, все что угодно, ну то есть, как бы, вот если бы взяли просто там варфрейм какой-нибудь, и вот запихнули, и сказали, что это Мстители, и вот получились Мстители, то есть, по сути, у персонажей нет никаких уникальных возможностей именно с точки зрения прохождения, да, у них всех свои способности, они все что-то свое умеют, и даже вроде как могут разбираться более эффективно с разными типами врагов, но в конечном итоге, что за Халка ты бегаешь, все ломаешь, просто потому что ты большой и сильный, и из противников циферки вылетают, что за Черную Вдову, ты тоже бегаешь, бьешь роботов кулаками, им от этого больно, ну, такая обычная лутер-шутер история. А лутер-шутер комьюнити, это не самое большое комьюнити, то есть, да, и варфрейм играют кучу народу, и в Энтом пытались играть люди, и правда хотели, потому что им нравится этот жанр, это интересный жанр, в который я тоже временами поигрываю, но я не могу сидеть там долго, я не знаю, я не нахожу там для себя чего-то, что меня может там удержать. Но прикол в том, что, короче, блин, это Мстители, это должна была быть большая игра по Мстителям, они сделали, блин, варфрейм. Поэтому, не знаю, я все еще жду релиза, я все еще буду проходить игру, понятное дело, она выходит первого сентября, официально четвертого, на дулюк создании дается игра на три дня раньше, соответственно, игра выходит первого. Вот, но я не думаю, что она как-то прорвет, я не думаю, что она затянет, я не думаю, что мы будем в нее играть очень много, я пройду там сюжет. Может быть, еще поиграю в мультиплеер, но вот с шесть часов, которые я поиграл в бету, и, может быть, поиграю еще, потому что еще будет открыто об этом, хотя бы, вряд ли, не знаю, может быть, там будет больше контента, хотелось бы. Но я не увидел там для себя чего-то, вот, короче, интересного. У этого будет аудитория, но не такая большая, какая могла бы быть. Ну, как-то так, меня вот просто, типа, Мстители немного разочаровали, получилось. Ну, как разочаровали, я англоязычное думание, блин. Я это предвидел, да, I saw it coming, типа, я, короче, вот понял сразу, когда вот показали геймплей, где циферки вылетают из противников, где есть уровень, я так и думаю, понятно. Просто когда вот эти циферки над противниками были хорошими, не считая Ведьмака. Это же явно было не RPG и ничего-то такое, это просто было понятно, что сейчас они сделают какой-нибудь Wolfenstein Youngblood, где вот вы, в принципе, можете знать историю с этой игрой, где просто вот тебе говорят, ну, убивай противников, фарми. Вот, не знаю, не знаю. Пишут везде, что якобы фанаты Marvel прям вообще супер оценят. Блин, я вроде как фанат Marvel, я вроде как играю в игры во все возможные, и я не готов играть в эту игру. Ну, типа, ну, как бы, у меня нету вот желания фармить и просто при этом находиться, вот, блин, в костюме Халка, Железного Человека или кого-то еще. Эзе. Ну, едем дальше. Едем дальше. У нас было еще парочка релизов. Один поменьше, второй побольше. Про Mortal Shell хотел бы я поговорить, несмотря на то, что я написал пост с финальным превью на игру, когда ее прошел и когда разрешили это сделать. Вот. И, в принципе, хотелось бы, наверное, часть этого передать и сюда, потому что просто более укомплектованные мысли, тем более прошло какое-то время. После прохождения Mortal Shell это игра в жанре, я думаю, это можно уже считать жанром Souls-like. Она сделана, внимание, команды из 15 человек, за что уже можно ребятам дать должное, потому что они замахнулись на очень серьезный жанр, на очень сложный жанр с точки зрения баланса, с точки зрения эстетики, лора и вообще всего. И на самом деле немаленькое количество контента, о чем мы еще поговорим позже, и, в принципе, справились очень даже неплохо. У игры есть пара проблем, но если вы ее купите и пройдете один раз, то вряд ли пожалеете. Первое, чем цепляет игра, это эстетикой. То есть вообще все Dark Souls'ы, и тут будет много сравнений с Dark Souls'ом, готовьтесь к этому. Вообще, да, вот все Dark Souls'ы, Sekiro, даже Сёрджи, вообще любой Souls-like, он пытается каким-то образом зацепить эстетикой, и у Mortal Shell'а это получается. Во-первых, игра выглядит реально симпатично. Я не знаю, как они это сделали. Это очень сложно сделать в 2020 году, но они сделали очень красивую игру, где есть несколько локаций, и каждая из этих локаций по-своему симпатична. Они не похожи друг на друга, их там не так много, но, тем не менее, возвращаясь к теме, 15 человек. Очень симпатичная игра, очень крутая броня, с небольшим, но интересным лором, который местами даже интригует, и из-за которого хочется узнать, что же там будет в итоге. Хотя все, на самом деле, максимально примитивно, но, опять же, 15 человек. Вернемся к проблемам, да, потому что у игры понятно, что все круто с эстетикой, все круто с... Ну, все хорошо. Лором, давайте поговорим о некоторых проблемах, которые преимущественно кроются в геймплее, потому что он, ну... Во-первых, он несложный. Если у вас есть какой-либо опыт в любой части Dark Souls, а у меня, например, первая платина в Dark Souls, и второй я проходил, третий, Sekiro, ну, вы поняли. У вас не будет проблем с этой игрой, потому что, например, окна на увороты огромнейшие. Я в итоге играл на самой тяжелой оболочке, у которой меньше всего выносливости. И в игре есть новая уникальная механика, которая позволяет тебе затвердевать в любой момент времени. То есть, по сути, это еще одна возможность полностью избежать одного удара. Ну, то есть, как iFrame, только ты якобы получаешь удар, но как бы ты его, ну, не получаешь урон. И вот реально, в какой-то момент, когда я просто привык вообще ко всему в этой игре, а привыкнуть в ней не так уж-то и сложно, потому что, как я уже сказал, в игре четыре локации, ну, как бы чуть больше, но глобально там четыре локации. И на каждую локацию вы сможете найти три, максимум, четыре вида противников, у которых у каждого будет три, ну, четыре максимум анимации атаки, которые вы очень быстро заучите. Вы очень быстро поймете, в какие там моменты мгновения надо уворачиваться, когда нажимать окаменение, когда можно что взять. И то же самое касается и боссов. То есть, в игре есть несколько боссов, там один повторяется в той или иной степени, но не суть. Там есть боссы, их немного, ну, на каждую локацию, прям по большой одной такой штуке найдется. Проблема в том, что это тоже босс, у которого три, ну, четыре максимум анимации. Я говорю про формы и про стадии в том числе. То есть, у глобальных боссов, у, там, скажем так, мировых сюжетных, у них есть минимум, не минимум у них, в принципе, да, там, по-моему, не было никого, у кого было бы больше двух стадий. У них две стадии, и, да, на стадиях меняется немного мувсет, но, опять же, там два-три удара, и как ты быстро к этому привыкаешь, ты быстро все убиваешь. И, например, единственный, кстати, блин, я только что это осознал, единственный глобальный босс, именно из сюжетных, которого я убил не с первого раза, это был самый первый, и то потому, что я все-таки, наверное, пришел к нему немного раньше, чем надо было. Это был Круцекс. У него непростая вторая стадия, потому что он просто спамит атаки, ну, то есть, как бы, у него постоянная анимация, никаких окон для удара, по сути, нету, особенно с учетом того, что я был тяжелым. Но эта игра позволяет себе такое, опять же, потому что вы, в принципе, можете очень часто уходить от ударов, потому что ты просто постоянно меняешь свои действия между кувырком и окаменением. В итоге очень легко его убиваешь. А все остальные, да, все остальные умерли с первого раза без каких-либо проблем. Но тут еще в ход идет тот фактор, что в игре при определенной прокачке, ну, точнее, там, я думаю, можно по-разному так собраться, что у вас проблем не будет от слова совсем. То есть, есть некоторые способности, которые я прям читаю, и я видел это и на Redream, на котором я в итоге всю игру прошел, и на Тиле, которого я попробовал, прочитал некоторые его способности и понял, что, в принципе, при желании из него тоже можно сделать машину смерти, очень и очень сильные способности, которые позволяют просто вообще не париться по поводу противников. Пример, как я в итоге прошел игру. Я проходил игру на Redream, это самая тяжелая оболочка, и в игре четыре, кстати, оболочки, которые в целом дают только разнообразие на три стиля геймплея. Это легкий, тяжелый и что-то среднее между этим, потому что первая оболочка, она бесполезная, ну, то есть, вы ее получаете, потом вы находите Соломона, и когда вы находите Соломона, первая вам больше не нужна, потому что, ну, как бы, она просто лучше первой во всем. А, как бы, Redream и Тиль, это уже, да, две разные оболочки, которые предлагают разный геймплей, но у Redream, например, есть навык, который позволяет увеличить урон, наносимый не на время, а навсегда, ну, как бы, до смерти, по сути, до полного выпадения из оболочки. Это тоже такая отдельная механика. Бесконечно. Там нет ограничений на какое-то определенное количество убитых противников, а в какой-то момент в игре ты прокачиваешь меч, ты получаешь этот баф, и некоторых противников убиваешь ваншотом. И как бы, как вы понимаете, нафармить вот этот баф очень легко. Особенно учитывая, что ты... Я так не делал, но это, в принципе, можно сделать. Ты просто убиваешь всю карту, всю там, весь фолгрим просто, всю первую локацию выносишь, приходишь к сестре, ресетаешь, у тебя не падает никакой баф, идешь, делаешь это еще раз, и просто так можно нафармить себе такую тонну урона. У меня был баф 115, или что-то в этом духе, когда мы пришли к последнему боссу, ну, для меня последнему боссу, не финальному, а вот, типа, последнему в плане локаций. И... он умер что-то от ударов, сколько? Восьми, десяти... Я очень много урона ему наносил, большинство противников на локации просто убивал реально одним ударом. Это можно сделать очень сильной темой. У Тиля есть прокачка, которая позволяет ему не тратить выносливость при дэшах. В игре есть дэши, в игре есть у вороты. У Эридрима дэшов нету, потому что он тяжелый. У Тиля дэши самые быстрые, самые длинные. И еще он может не тратить выносливость при их использовании. Вы понимаете, насколько это имба. Вот, ну да, то есть Mortal Shell при этом якобы, то есть разработчики попытались насытить его контентом, но сделали его недостаточно глубоким. Из-за чего заучить противников не так уж и сложно. Тем более, они еще сделали геймплей при правильной, да, если ты понял, как это работает, если ты этим воспользовался, то прокачка делает игру очень легкой, вообще не запористой. И я не могу сказать, ну как бы, для такой игры, наверное, это плохо, потому что все-таки в этих играх основная задача это убивать противников и боссов. Ну, не знаю. Для меня как-то вот так. Однако, я все же могу порекомендовать игру. Я могу сказать, что да, вот пройти ее на, там, один раз, это очень даже неплохая идея, то есть, она не то чтобы дорого стоит, и в целом мне она понравилась, то есть, на одно прохождение она меня реально зацепила. Но возвращаться туда я просто не вижу смысла зачем. Реиграбельность у нее, кстати, есть, потому что все-таки, если вы прошли игру одним стилем, вы можете сделать это другим, поиграть за другую оболочку, пройти игру еще раз. К тому же, там есть режим якобы не для пусечек, который полностью вам отрезает все оболочки. Он там находится в самом начале, в определенной пещерке. Вы к ней подходите и говорите, я оболочками пользоваться не буду. И прям по хардкору игру проходите. Но я не осмелился, потому что, ну, тем более, первый раз. Вот, как-то так. Но, тем не менее, интересный все-таки релиз. Я надеюсь, что игра продастся, и ребята сделают что-нибудь еще, либо для этой игры, либо что-то кардинально другое. Да, поэтому Mortal Shell был неплохая игра, могла была быть лучше, но вернемся к теме, 15 человек ее делали. Достойно, достойно. Еще был один релиз, это Rock Legacy 2. Ну, как релиз, игра вышла в раннем доступе, весь ее контент занимает, в лучшем случае, часов 5, если вы криворукий. А пока что там делать особо сильно нечего. Мы посмотрели, что там в ней есть, я убил босса. Пока что могу сказать, что Rock Legacy 2 это, в принципе, первая часть, но на голову выше. Она, как минимум, не хуже. В ней есть новый контент, в ней есть переработка, работанный, улучшенный, старый контент. И над игрой будут работать, постоянно обновлять, будем смотреть по вот этим вот большим датам, какие там локации будут добавлять противников, боссов, боссы стали интересней, классы круче, бафы, дебафы стали еще забавнее, веселее и мозговыносящее, потому что то, что там я увидел у некоторых персонажей, это, конечно, жесть. Там какой-нибудь ностальгический фильтр, это застрелится. Пацифист вообще жесть, но они обыграли, это интересно, дают теперь бафы за использование дебафов. Бафы на золото, я имею ввиду. Вот, поэтому, да, Роклога С2, будем смотреть, пока что просто о ней мало что можно сказать, поэтому. Вот, ну а дальше у нас как бы все, ну то есть, сейчас август, и я на самом деле отдохнул, ну типа, просто учитывая, какое было начало, вот особенно май, там начало лета, всякие Ласт оф Ассы, Цусимы, огромнейшие Файнл Фэнтези 7, вот эти августовские небольшие релизы, мы там Инди еще поиграли, они были, они были расслабляющими, ты вот в игру играешь и понимаешь, что она небольшая, она особо, в ней особо думать не надо, как-то так в ней хорошо, вот, особенно с учетом того, что нас ожидает дальше, а что нас ожидает дальше, на следующей неделе, в один день, 27 августа, выходят сразу не две игры, ну как бы, одна игра и второе дополнение, второе дополнение для Control, которое объединит вселенную Control и Алана Уэйка, я обожаю Алана Уэйка, и я жду, когда они выпустят это DLC, потому что, например, первое, вот это вот расширение, которое они называют The Foundation, оно было, ну так себе, оно просто добавляло новый геймплей, сюжетно, кстати, мне все еще Control немного напрягает, что в основной части игры, что в дополнении, было как-то хреново, вот я хочу, чтобы в Алане Уэйке они сделали реально офигенную, какую-нибудь заворотливую историю, за которой будет интересно следить, ну и естественно, новый геймплей, поэтому 27 число, полное прохождение дополнения для Control будет вот прям вот сразу, и еще выходит интерактивная история от Dontnod, Tell Me Why, с которой я на данный момент испытываю некоторые проблемы, но типа у меня просто есть сомнения касательно содержания сюжета, который они могут пытаться туда пропихивать, то есть там может быть интересный сюжет, и вообще Dontnod вроде как умеют делать интересный сюжет, но зная некоторый контекст персонажей, их бэкстория и некоторые детали, я могу предположить вокруг каких тем может вертеться история, или каких тем может быть больше, чем в принципе надо в любой истории, поэтому посмотрим, что из этого выйдет, тоже 27 числа выйдет первый эпизод, их всего будет три, они будут выходить с интервалом в 10 дней, поэтому надолго это не растянется, как обычно это бывает с их играми, когда эпизоды выходят типа по 3 штуки в год, вот это вот тема, как-то так, да, планы потом еще будет 1 сентября будут у Мстителей, ну, а там уже в сентябре будут некоторые плюхи по типу мафии, но, кстати, ничего прям еще большого, все-таки самая жесть нас ожидает это вот конец октября и ноябрь с Киберпанком, вот, но об этом чуть позже, об этом поговорим, когда к этому приблизимся, пока что просто вот так вот, но у меня на этом все, если это видео было для вас информативным и интересным, если вы узнали что-то новое и почему-то все еще не подписаны на этот канал, то все в ваших руках. Не забудьте поставить лайк, ставить комментарий, кстати, все комментарии, которые вопросы под пинкастом я все-таки беру, следующие пинкасты, сейчас просто мы, я просто решил вообще не делать в этот раз ответы на вопросы, вот в следующий раз вот что-то будет, наверное, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, потому что выходят они каждый, мать его, день, а на этом все, всем спасибо, всем пока!